Спасибо большое за приглашение и за саму инициативу конференции по евразийской безопасности. Потому что это сейчас как никогда то, когда богом и историей данный нам единый, огромный, самый крупный континент, самый богатый по природным ресурсам, Европа под диктовку американцев решила развалить на два лагеря, как это было в советскую эпоху, в эпоху холодной войны. Но и тогда экономические связи не прерывались. А сейчас под давлением Вашингтона Европа идет на прямые убытки. Вот сегодня на конференции выступал наш венгерский коллега. Прямо сказал, в пять раз дороже стоят энергоносители в Европе, чем в США. Где индустриализация, перевод производства. Так что, я думаю, это одна из задач у американцев тоже была ослабить Европу и не дать ей возможности экономически расправить плечи. Стать самостоятельно. Вот, поэтому, чрезвычайно актуальная тема. Мы сегодня, кстати, Сергей Федорович, когда говорил, подчеркнул нашу открытость к сотрудничеству со всеми, только на равноправных и по-честному. И то же самое говорил и венгерский министр Сиертер. Я отметил, что мы не закрываем дерево этих процессов ни для кого. Но если Европа сейчас предпочитает отгородиться, то, как вы сказали, Александр Григорьевич, нам придется от разделения труда переходить к самостоятельному, суверенному созданию всего, что нам необходимо для развития, для безопасности. Но, опять же, если и когда они одумаются и поймут, что они сами себя лишают взаимовыгодных экономических перспектив и вернутся, ну, наверное, тогда мы с вами, со всеми теми, кто будет сейчас сотрудничать в наших информационных структурах, будем смотреть, с какими они идеями придут, если с идеями взаимоуважительных.